Всем привет! В этом видео мы с вами поговорим о том, что случилось с PlayStation 5 за год после того, как она вышла. Мой личный опыт эксплуатации 5 плюсов и 5 минусов. Соответственно, что я сейчас могу выделить? Откровений не обещаю, но в этом видео будет масса всякого разного интересного и как раз то, что вы давно ждали. Так что не пропустите, где-то там в середине видео. Тайминг говорить не буду, чтобы было интереснее смотреть. Поехали! Сентябрь наступил, а это значит, что совсем скоро представят новые айфоны. А ты себе давно хотел айфон. Ну, собственно, как и я, тоже бы неплохо было обновиться. А это значит, что нужно подобрать самый крутой вариант. И сейчас однозначно лучшим будет айфон 11. Вкусная цена прям максимальная. И, конечно же, он все еще доступен в продаже. А смотреть я его буду где? Правильно, на e-каталоге. Для начала давайте определимся с конфигурацией. Думаю, что 128 гигабайт мне хватит для различных фото и приложений. Сразу можно посмотреть цены в различных магазинах. В отзывах о нем отзываются крайне положительно. Давайте сделаем сравнение, к примеру, ну я не знаю, с каким-нибудь айфон 10, он тоже вкусный по цене. Конечно, в целом он обходит его за счет своей лучшей производительности и более емкой батареи. Хорошие камеры и неплохая стоимость. Снизу есть график цен. Если ты ищешь себе смартфон, компьютер, комплектующие, игровую консоль, ну почему нет, то обязательно заходи на e-каталог. Он сейчас значительно расширился и доступен теперь и в Казахстане. Ссылка будет в описании и в прикрепленном комментарии. Давайте начнем с плюсов. Их будет 5. Ну, первым серьезным плюсом будет то, что мы разыграем PlayStation 5 в этом видео. И далее, почему-то у меня звук нормальный не записался. Окей, дублирую голосом сейчас уже во время монтажа. Смотрите, условия будут максимально простые, здесь никаких сложностей. Первое. Мы дожидаемся, когда видео соберет 2000 лайков. Не собираем лайки, соответственно, не разыгрываем PlayStation 5. Ну, тут как бы определенная мотивация. Поэтому опускайся, ставь лайк там внизу в видео. Конечно же, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик два раза и пиши в комментариях, не знаю, что-нибудь интересное. Что-нибудь приятное, хорошее, доброе, позитивное, вечное. В общем, там внизу тебя ждут комментарий, подписка и лайк. Всем удачи. Так что, дерзай. Условия также продублируем в описании. Ну, а теперь серьезно, давайте о плюсах. Первое, она, конечно же, тихая. И это действительно серьезный плюс, который вы наверняка хотели бы видеть от своей PlayStation 4 или PlayStation 4 Pro. Я лично хотел. Потому как она у меня не особо шумела, благодаря Xbox Flash, который прокачал ее и сделал прижим пластиной. Ему огромный респект, заходите к нему на канал. Это действительно решило вопрос с шумом. Но с точки зрения того, как не шумит PlayStation 5, это совсем другой опыт, это совсем другой экспедиенс. С одной стороны, вроде бы мелочь, но для меня настолько сильно оказалось решающей, что я даже сам не представлял до погубки, что это будет так. Так что, пацаны, респект. Вы сделали ее действительно сильно. Да ладно, вы сделали ее бесшумной. Так будет правильнее. Итак, вот вам замер наглядно шума. Давайте помолчу немножко. Здесь запущен Ratchet & Clank уже несколько часов. Ну, вот как-то так. Геймпад. DualSense это что-то с чем-то. Тот случай, и я уже делал ролик, как подключить ПК и так далее, который вот абсолютно меняет все. У меня есть Xbox, Series S, Series X и там геймпад хуже. Ну, он просто другой. Это простой геймпад. А здесь ты реально всем геймпадом ощущаешь вибрации, которые могут передавать десятки различных именно триггерных ощущений. Проще говоря, если ты едешь на машине по гравию, ты реально чувствуешь гравию. Я не знаю, как это описать, потому как это нужно именно почувствовать. То есть, если вы никогда не играли на PlayStation 5 и не понимаете, о чем идет речь, очень сложно вам будет осознать. Но вибрации и вибрации, что тут такого? А в итоге это меняет абсолютно все. После этого геймпада и после тех ощущений тактильных, которые он тебе дает, абсолютно уже не хочется играть без них. Потому как уровень погружения меняется просто на 360 градусов. Поэтому DualSense однозначно самый серьезный плюс. Ну и из тех, что ты прям реально можешь руками пощупать. Следующий плюс это SSD. Наконец-то мы избавились от загрузок. Опять-таки, ты не понимаешь, что это такое, пока ты не попробуешь и не попользуешься длительное время. Сейчас для меня запустить игру это вопрос, ну, наверное, 30-40 секунд максимум. Ранее мне приходилось ждать по 6-7 минут. Иногда у тебя есть 10-15 минут, ты не можешь физически запустить игру, потому что она будет грузиться слишком долго и в этом теряется весь смысл. Сейчас нажал и у тебя все работает. И это реально работает. Вроде бы мелочь, но которая абсолютно меняет все. Конечно же, игры, эксклюзивы, пока вышло не очень много. По факту эксклюзивов всего несколько. Это Returnal, который весьма неплохо себя зарекомендовал. Это получается что-то вроде Рогалика. Нет. В общем, тяжело на самом деле пытаться. Лутер-шутер. Вот это вот сейчас есть такое определение. Мне оно не очень нравится, в принципе, по отношению к подобному жанру игр. Но это лучше всего его описывать. У него очень круто задействуется DualSense, прикольная графика и геймплей, но он затягивает на реально длительный промежуток времени. В него залипнуть на всю ночь, как нифиг делать. И, конечно же, есть еще Ratchet & Clank, который шагнул вперед далеко. Я вообще не понимаю, почему все говорят, что это детская игра. Ни в одном глазу. И Insomniac Games, которые создали Человека-паука, вот этот The Marvel Spider-Man, безумно круто. Есть еще, конечно же, сам Человек-паук, Майлз Моралес. И, опять-таки, кто не играл, говорят, ну она же есть на PS4. Я играл, я прошел на PS4, сейчас прошел на PS5. И, вы знаете, две разные игры с точки зрения визуала, ощущений, ощущений от геймпада и так далее. Поэтому, однозначно, за счет эксклюзивов идет и Deathloop, который вот прямо сейчас зарелизился. И это тоже эксклюзив серьезный, который вы наверняка захотите поиграть. От создателей Dishonored, в конце концов. И это одна из последних игр, в принципе, от этих ребят. Далее будут эксклюзивы Xbox'а. А тут сейчас можно попробовать на эксклюзивной основе. В общем, круто, однозначно. И ждем, конечно же, новых релизов, которые будут дополнять в ту библиотеку, которая есть сейчас. Поддержка игр от PS4 это вот то, что не хватало на PS3. Огромная библиотека с PS3 осталась, на PS4 начинаем все сначала. Здесь не начинаем все сначала, можем устанавливать на внешний жесткий диск игры от PS4. И запускать их так, как мы это делали на PS4 Pro, только без надоедливого шума. Но я уже об этом сказал. И с учетом, что игр у меня много для PS4, это прям вот то, что я хотел увидеть. Плюс некоторые игры получили апдейты. Не полноценные версии для PS5, а именно апдейты, где аналлочится FPS, подтягивается разрешение и так далее. Что тоже будет хорошим плюсиком в копилку. Там еще, кстати говоря, подписка PS Plus теперь с некоторыми играми идет. Из коллекции эксклюзивов и не только. Так что тоже будет приятно. Из минусов. Конечно же, маленький объем SSD. Вот прям совсем маленький. Там 600 с небольшим гигабайт доступно, вообще ни о чем. И до сих пор нам не дали доступ к внешнему слоту, чтобы установить туда SSD, который мы купили бы отдельно. Ох, вот это прям боль. Однозначный минус. Нет браузера. Может быть я странный человек, но для меня это один из важных факторов. У Xbox Series X он есть, я им пользуюсь. И это круто. А здесь его нет. И это не круто. 8К гейминг. И в принципе 8К пока только в теории. Потому как, вот вроде как одну игрушку-то анонсировали с 8К. А даже простеньких нету. А нам обещали. Церни, привет. Помнишь, ты обещал на 8К гейминг? Где он? Ждем. Надеюсь, что хотя бы через годика-полтора что-нибудь да выйдет. Ну, обещание надо сдерживать. Подписка PS Plus. Игры там есть, но их безумно мало. Это не ответ к геймпассу однозначно. Но при этом, конечно, и уровень игр там круче зачастую, чем в геймпассе. Там многовато мусора. В общем, это такая история на любителя. Но игр хочется в PS Plus подписки все-таки чуточку побольше. Расширите хотя бы до 50, и это будет просто вот систем-селлер для большинства покупающих концов. Все еще сложно приобрести по рекомендованной розничной цене. Перекупы гнут цену, сейчас новая ревизия, старая еще дороже. В общем, какая-то вакханалия, и по слухам она продлится и в течение 2022 года. Единственный минус в том, что PlayStation 5 мы действительно в обычной рознице, просто придя в магазин, да и по предзаказам, по всем моментам, купить фактически не сможем. Но хочется, чтобы ситуация все-таки менялась к лучшему. Надеюсь, вам было интересно. Это такое нестандартное видео, но я стараюсь делать сейчас опыт использования на разные гаджеты. Скоро сделаем про Xbox, там тоже много чего есть рассказать. И о Series S, и о Series X. Интересно уже посмотреть этот видос? Ждите, скоро сделаем. Ну и, конечно, не забывайте поставить большой палец вверх на канал, подписаться. Внизу есть красная кнопочка, нажимайте на нее, она должна обязательно стать серой. Нажимайте на колокольчик два раза, и несколько доп роликов тут. Нажимайте на один из них, переходите, смотрите, там много всякого разного интересного.